Продолжение следует... Эта встреча первая посвящена тому, как строить работу с научным трудом. Есть у тебя вот такая папка. Первая. Обычно все пишут сначала диссертацию, а потом автореферат к ней. На самом деле это большая ошибка, потому что автореферат по сути и является структурой всей диссертации. И занимаясь изучением источников литературы, анализируя исследования, уже проведенные, ставя себе цели и так далее, конечно же в первую очередь надо писать автореферат. Потому что он и будет отображать по сути всю работу, все краткое содержание. Что такое автореферат? И наполнение автореферата информацией, оно сразу позволит определить количество глав диссертации, их название, направление работы и так далее. И подготовить обзорные источники. Каждая глава диссертации это по сути статья, которая описывает какой-то большой кусок того, что будет освещено в научной работе. У нас уже есть заготовленные материалы у диссертанта, уже есть напечатанные собственные публикации. По сути, что нам надо сделать, это собрать все в кучу то, что уже есть. И распределить источники литературы к этим статьям по главам самой диссертации. Значит этот файл мы закрываем, тут небольшая подготовка. Вот у нас есть, мы можем взять на самом деле любой источник в качестве примера, потому что все требования ВАК, они единые. Мы будем смотреть глазом в образец и писать свой, и обсуждать. Да? Да. Вот у нас есть доктор, есть название. Значит диссертация будет посвящена хирургическому лечению одиночных и множественных рецессий диссны с применением аллогенной леофилизированной дуроматор, твердой мозговой оболочки. В качестве пластического материала. И включит оно в себя лабораторное, гистологическое и клиническое исследования. По сути, это и есть три основные главы диссертации. И четвертая глава, это будет обзор. Вот наша задача понять, как писать обзорную статью, которая будет завершающей к этой диссертации. Ну и как для тренировки и отработки подобных статей мы будем ее писать. Поэтому к себе мы ставим как задачу подготовка статьи по мере изучения автореферата, которая будет называться аналогично хирургическое лечение одиночных и множественных рецессий диссны обзор. Потому что это мы используем его с применением. Ну, дуроматор, понимаешь, да? Вот будет наша статья. Статья, ну какой-то номер, там какой-то 6 или 7 или 8, мы посмотрим. Обзор. Ну, предметно все это посмотрим. Город у нас указан. Мы идем дальше. Сразу смотрим в требования, чтобы потом не заниматься оформлением автореферата. По сути, мы будем сразу из образца брать те блоки, которые нам нужны, и переделать их под себе. Мы добавляем всех научных руководителей. Это важная скучная часть начальная, потому что потом, когда мы сейчас влезем в источники, будет, конечно, все по-другому немножко. Мы поменяли учреждения, дата, когда состоится защита, кому разослан автореферат, какого числа, ну и так далее. Значит, теперь общая характеристика работы. Любая статья, что такое, по сути, диссертация? Это большая статья, которая рассматривает подробно изучаемый вопрос с разных сторон, с разных аспектов. С целью объединения их в доказательную базу того, что, ну, в общем, действительно есть научность, тот результат, который получен, он имеет практическую применимость и прочее. Поэтому, в отличие от статьи, диссертация более развесистая. Но вся структура та же самая. У нас будет первый блок, это актуальность темы. Что это такое? Это самый сложный фрагмент статьи и диссертации, потому что он требует обработки большого количества источников. И объединение их по группам в тезисы. Начинается написание любой диссертации, автореферата, статьи, реферата, диплома, чего угодно. С описания текущей проблемы и ее актуальности. Если мы изучаем нашу, да, вот эту тему. Значит, в настоящее время все большее число пациентов предъявляет повышенные требования к своему внешнему виду, стремясь выглядеть более успешными и привлекательными в глазах социума. Ну, это понятно все тут, да. Что рецессии диссны, они носят не только эстетический характер, но еще и функциональный. И поэтому одним из вопросов создания красивой гармоничной улыбки остается вопрос устранения рецессии диссны. Устранение рецессии обычно показано для улучшения внешнего вида зубов, снижения чувствительности. Одна из проблем, на которую жалуются пациенты, это, конечно же, гиперчувствительность. И вторая – это эстетические недостатки. Так вот, на какую тему нам надо искать источники? Рецессия, связь рецессии с эстетикой и функциональным значением. Вот, значит, что, какие ключевые слова нам нужно искать в научной базе? Рецессия диссны. Эстетические дефекты, дефекты рецессии диссны. Ну, гамм-рецессион будет какой-то эстетик декриз или что-то такое. И на русском, и на английском. Лучше начинать с английского. И еще есть полезно перевести эту фразу на итальянский, потому что итальянцы очень много занимаются рецессиями. И у них накоплен как большой опыт и багаж методик, которые подвергаются расчетам. И в том числе в диссертации у нас, мы тоже будем об этом рассказывать. Я тебя буду погружать в эту тему с позиции того, кто уже написал то, что ты видишь перед глазами. Чтобы ты быстрее въезжал, и какие-то нюансы мы сразу расставляли. Это будет полезно тебе для понимания и изучения самой тематики. И потом для формирования собственных каких-то научных пожеланий, которые ты хочешь реализовать в рамках уже своей работы самостоятельно. На стороне рецессии диссны обычно показано для улучшения внешнего вида. Все понятно. Снижение гиперчувствительности. Так, мы будем искать такую тему, как гиперчувствительность при рецессиях диссны. Да? Согласна? Обнажение корней зубов, стабилизация некариозных поражений твердых тканей. Это по сути некариозные поражения при рецессиях диссны. Ну, наверное, может, я думаю, что это будет какая-то статья по взаимосвязи вот этих эффектов. Да? То есть какое-то негативное влияние рецессии диссны на эстетические функциональные качества зубочелюстной системы. За последние 30 лет с этой целью было предложено много хирургических методик и модификаций. На самом деле методика модификаций всего три. Это операция Бьерн, 1963 год. Да, Зукелли и Виста. Да, Зукелли и Виста. Молодец. Ты смотрела семинар. Нам нужно поискать источники, первоисточники, соответственно, Десанктис Зукелли по этой методике ротирного лоскута. Бьерн, 1963 год. Зукелли. И Хамаюн, Хамазаде. Это методика Виста. И как у них это описано, этот метод первично. Виста это будет, скорее всего, какой-нибудь 2010 год. Зукелли это 2000 год. Ну, около того, чтобы ты как-то понимала по срокам, когда это первоначально может быть. Ну, а Бьерн, возможно, что ты найдешь какую-то уже использованную статью, где была эта публикация. Еще один важный нюанс. В этой папке есть источники литературы. Можно искать просто внутри по папке. Мы сначала отрабатываем все-все-все наши источники. По этим ключевым словам. Мы никуда не ходим пока. Мы работаем с тем объемом статей, который был уже найден для данной диссертации. Ну, понимаешь, да? То есть, есть подготовка, которая проведена очень большая. Ее надо взять и все скомпилировать в один результат. И описать его. Поэтому то, что мы сейчас наотмечаем, ты попробуешь поискать здесь самостоятельно. Ну, и как бы что мы делаем дальше? Ты находишь источник номер один. Создаешь себе табличку. Возможно, что мы ее потом как-то еще домодифицируем, сделаем более развестие. Нам надо с чего-то пока начать для понимания, что мы будем делать. Продолжение следует...